Всем привет, ребят! Сегодня, значит, у нас будет такое уникальное, познавательное видео, развлекательное еще. Многие из вас уже, конечно, смотрятся, всматриваются в экран, думают, что же там происходит на заднем фоне. А сейчас я вам расскажу. Помните, да, у нас вот эти многократные попытки поднять акул на водяной струе? У нас, к сожалению, пока еще не получилось, но мы это дело не бросили. Значит, ну а сегодня мы решили сделать все намного проще. Значит, вот мы приехали к ребятам в клуб, где у них есть большой такой воздушный шар, на котором она сегодня полетит. Значит, многие из вас просили поднять машину на маленьких шариках, ну сами понимаете, пока там первый надуваешь, там десятый уже, короче, спустил. Поэтому на маленьких шариках все это сделать очень сложно, плюс там много веревок. А вот на большом шару все-таки мы думаем, что у нас пойдет это дело прям просто на ура. Что мы еще, ребят, сделали для того, чтобы ее облегчить? Значит, ну как вы можете видеть, да, в крыше вырезано такое большое отверстие для того, чтобы там мог сидеть пилот и туда могли установить горелки. А также дополнительно убрали все стекла, проводку, всякие замочки, там ремешки. Все, в общем, поубирали все, даже вплоть до того, чтобы убрали радиатор печки. То есть, облегчили ее по максимуму. Но, как вы можете заметить, все-таки мы вернули на нее пластмассовые бампера для того, чтобы она выглядела на самом деле, а не как развалюха, а как, в общем, чтобы она максимально была похожа на автомобиль. Ну и, как вы можете видеть, сейчас идет такая предполетная подготовка. Ребята устанавливают горелки, потом мы будем надувать, не знаю, не надувать, наверное, наполнять воздухом сам шар. То есть, ну, сейчас все это вы увидите, я думаю, будет очень интересно. Так что смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И вот, ребят, хочу вам представить пилота, который сегодня будет управлять всеми вот этими делами. Его зовут Александр. Саша, меня Влад зовут. Очень приятно. Ну и пару вопросов таких, как курс такой небольшой введения. Такой вот простой вопрос. Вот сколько объем, например, вот этого шара? И вообще, Саша, подожди, перебью. А как его правильно называть? Ну, вообще, это тепловой аэростат. Тепловой аэростат, да? Вот, ребят, называется не воздушный это шар, а тепловой аэростат. Саша, ну, вот грузоподъемность и объем вот этого шара какой? Ну, объем конкретно этой оболочки 2200 кубических метров. Ну, грузоподъемность полезная. Порядка 250 килограмм. Ну, до 300, так будем говорить. До 300 килограмм. Это при объеме 2200 кубических метров. Вот представляете, какой объем, ребята? 2200 кубических метров. Это не хухры-мухры вам. Самый такой основной вопрос, который сейчас вот всем любопытно. А сколько вот это примерно все вообще стоит? Да по-разному. Соответственно, как и рынок машин, допустим, так и рынок аэростатов, он колеблется там. Ну, в разы, так скажем, отличаются цены. Ну, хотя бы среднее что-то. Ну, за миллион, в принципе, можно купить достойный аэростат, не новый. Можно новый купить. За миллион? Ну, да, вполне. За миллион можно тачку классно взять. Так, Саша, вот давай дальше теперь. Значит, что вот это такое, что вот это такое. Ну, и как бы, для чего мы все это собрали здесь? Ну, для чего мы собрали здесь, я, если честно, не знаю пока. Мы узнаем попозже, да. То есть, ну, что это? Это вентилятор. То есть, старт осуществляется, ну, подъем вообще оболочки, то есть, с нагнетания воздуха атмосферного внутри оболочки. То есть, мощный поток воздуха подается в горловину, который раскрывается при помощи двух людей грамотных. Грамотных, обученных. Обученных, да. То есть... И только обученных. То есть, сначала мы его раздуваем таким потоком воздуха. Да, то есть, получается, небольшой купол уже какой-то с объемом воздуха, а затем подается горячий воздух, вот, из горелок. То есть, это вот основной рабочий орган аэростата. То есть, при помощи него осуществляется, собственно, полет, управление аэростатом. Используется газ. Вот баллон, да, видите, с газом, там, 43 литра качественного газа. Качественного. Качественного газа, да. Ну, собственно, все. То есть, вообще, два баллона цепляются. Ну, вот в нашем случае максимальное облегчение идет. Я месяц голодал перед этим мероприятием. То есть, один баллон подцепили. Ну, надеемся, нам его хватит для того, чтобы подняться. А на сколько одного баллона хватает? В зависимости от времени года и нагрузки от 20 минут до часа. До часа, да? Да. Ну, это, наверное, прохладненько, да? Ну, это осенью и с небольшой нагрузки, допустим, летишь вдвоем, втроем максимум. То есть, ну, при температуре до 10 градусов тепла можно час пролететь. Час пролететь. А еще вот сейчас, вот, ребята, вот, по-любому у вас, у многих возник такой вопрос, почему автомобиль лежит на боку? Ну, автомобиль в данном случае выполняет функцию корзины, да, аэростата. И при старте корзина всегда ложится на бок. То есть, это необходимо для того, чтобы горизонтально подавать теплый воздух. То есть, наполнить именно аэростат, да? То есть, теория такая, что машина сработает точно так же, как корзина, но она, скорее всего, утопическая. Поэтому ребята за кадром, когда будет подниматься аэростат, очень быстро подбегут и машину поставят на бок. Быстренько поставят. Если аэростат не справится, да? Понятно. Если баллочка не справится. Ну, вот, в принципе, Саш, наверное, и все насчет вопросов. Так, ну, а теперь самое интересное, мы-то тоже поможем, вы только командуйте, мы будем тут бегать туда и сюда запросто. В общем, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА